Денвер Нагетс против Портленд Трейл Блейзерс Считалось, что Портленд в этой встрече является андердогом, мол, да, они, конечно, могут обыграть соперников, но, во-первых, они с 2000 года аж не были в финале конференции, они, по ходу, этого сезона потеряли Юсуфа Нуркича, и они потеряли, по ходу, этой игры Родни Худа, по ходу, этой встречи, они очень неудачно играли в нападение, они проигрывали 17 очков в середине второй четверти Денвер Нагетс. Более того, их лидер Дэмин Лилард, по ходу, первой четверти не смог набрать ни одного очка, и это впервые для Дэмина Лиларда за его карьеру в плей-офф. Он начал с 0 из 6 с игры в этой встрече, и, несмотря на это, Портленд Трейл Блейзерс все-таки смогли выиграть седьмую игру серии, выиграть серию со счетом 4-3, и, еще раз скажу, впервые с 2000 года отправиться в финал западной конференции. Кто им в этом помог? Невероятный Сиджей МакКалум, вот кто главный герой этой встречи. К моменту, когда Портленд Трейл Блейзерс проигрывали сопернику эти самые 17 очков, максимальное количество очков в середине второй четверти, на счету Сиджей МакКалума было 11 очков. Это половина очков всей команды. В итоге Сиджей МакКалум закончит игру с 37 очками, что станет лучшим результатом среди обеих команд. Но именно Сиджей МакКалум смог завести всех игроков своей команды. Для того, чтобы выигрывать тигры, необходимо, чтобы все были вовлечены. Потихонечку начинает разыгрываться на баскетбольной площадке его партнер по бэккорту Дэмин Лилард, который, впрочем, закончит игру лишь с 13 очками. 3 из 17 с игры, но при этом в концовке забьет пару важных трех очков. Также стоит отметить Финеса Кантера, который боролся в этой игре под щитом и набрал 13 подборов. Столько же собрал под своим и под чужим щитом Никола Йокич из Денвер Наггетс. Никола также был хорош в этой встрече, 29 плюс 13 в итоге у Николы Йокича. Но в какой-то момент, под конец третьей четверти, Портланд уже впервые выходит вперед в этой встрече. Все решается в концовке игры, где оказывается, что Эван Тернер, ветеран команды, все еще тот игрок, на которого стоит положиться. Мало того, что он забивает важные броски, так потом еще и выполняет важные штрафные, которые делают счет во встрече. 100 на 96 и у соперников Денвер Наггетс уже нет времени для того, чтобы отыграться. Плюс 4 в пользу Портланд Трейл Блейзерса. Они выходят в финал конференции, где ожидается встреча двух братьев. Карри. Сет Карри впервые встретится со Стефом Карри в плей-офф и впервые выходит в финал конференции. Ну а Сиджи Маккалум, Сиджи Маккалум становится настоящим героем Портланда. В играх под номером 6 и 7 он набирает не менее 30 очков, при этом не совершая ни одной потери. 4-3 серии в пользу Портланд Трейл Блейзерс. Наконец, седьмая игра, которая прошла в Торонто, где Торонто Рэптор встречались с Каладельфией Сиксерс. Это тоже были сплошные эмоции. Даже большие эмоции, чем от победы Портланд Трейл Блейзерс в Пепси Центре, что в Денвере. Эти эмоции невозможно измерить. Их можно только запечатлеть классическим моментом в истории Национальной Баскетбольной Ассоциации. Одним из самых легендарных победным броском Кавая Леннарда. Кавая Леннард в этой встрече набирает 41 очко. За 43 минуты игры на баскетбольном паркете Леннард реализовал 16 из 39 бросков с игры. 2 из 9 и 3 очковых. 7 из 8 штрафных. Сделал 8 подборов. 3 передачи и 3 блокшота. И, наконец, сделал это. Это было потрясающе. Это был один из лучших бросков в истории Национальной Баскетбольной Ассоциации. Мяч подумал, попрыгал по корзине и свалился на дно. Принеся Торонто Рептор с победой в седьмой игре и принеся Торонто финал конференции. Это был первый победный бросок в седьмых играх плей-офф Национальной Баскетбольной Ассоциации в истории. Более того, Кавай Леннард продемонстрировал третий результат по набранным очкам в серии плей-офф с 1977 года. Леннард в сумме набрал 243 очка. Рекорд по набранным очкам за одну серию принадлежит Карима Гулджабару из Лейкерс, который в 1977 году набрал 260 очков в серии с Golden State. А в 93 году Майкл Джордан набрал за одну серию 246 очков. И вот Кавай Леннард входит в пантеон великих. Надо сказать, что эта игра складывалась тяжело для обеих команд. Обе команды начали с ужасного процента попадания. В первой четверти обе команды бросали 29% с игры. Вторую четверть в нападении уже гораздо лучше провели обе команды. Особенно Торонто они бросали с игры более 50% и имели плюс 4 после первой половины. Но во второй половине за дело взялся Джоэль Имбит, который с своими потрясающими действиями как в нападении, так и в защите смог вернуть свою команду. Отлично! Бросались дуги Джей Джей Реддик и Тоби Асхарис. Наконец в концовке проснулся Джимми Батлер. Именно Джимми Батлер после неточного броска Кавай Леннарда подхватил мяч под своим кольцом, прорвался под кольцо соперника и отправил мяч в корзину, сравняв счет. 90 на 90. Казалось, что эта игра должна уйти в овертайм. Но тут свое веское слово сказал Кавай Леннард. После матча Джоэль Имбит плакал. Марк Газоль пытался успокоить Камерунского центрового, но тот продолжал находиться в расстроенных чувствах. Мне плевать на процесс, скажет после матча Джоэль. Все, чего я хочу выигрывать, сегодня у нас это не получилось. Но а бросок Кавайа, это уже история. На этом все. Пока сплошные эмоции. Андрей Житков, Артем Рудаков, 36-я студия. Услышимся скоро. Любите баскетбол. Он прекрасен.